В Беларусь прилетают секретные российские генералы. Лукашенко, как я уже говорил, строит планы по обороне от Запада. Все это происходит на фоне новостей о том, что страны НАТО готовы принять Украину в альянс. Есть ли связь между этими событиями? Чего ждать от стран, которые оказались на обочине цивилизованного политического мира? Надежда Бельская расскажет. Россия снова угрожает ядерным оружием и обвиняет Запад в прямом участии в войне в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе очередной пресс-конференции. Нельзя развязывать ядерную войну, но недопустима и любая война между ядерными державами. Даже если ее кто-то задумает начать конвенциальными средствами, риск перерастания в ядерную будет огромен. США, Великобритания и Франция. По мнению Лаврова, именно от них исходит основная ядерная угроза. В то же время, пока Лавров давал пресс-конференцию, из Беларуси в Россию вылетели три 31-х МИГа. Они должны были приземлиться в Нижегородской области, где находится четвертый филиал Центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны, сообщила мониторинговая группа «Белорусский Гаюн». Эти истребители в том числе предназначены для переноски ядерных боеголовок. Вы себе даже не представляете, насколько весь мир насыщен детекторами изменения радиации. Поэтому любое движение любого ядерного объекта немедленно засекается. Плюс любое месторасположение ядерного объекта или место хранилища того же ядерного оружия или даже отходов, оно находится под неусыпным контролем. И любая аномальная, скажем так, активность в районе любого этого объекта вызывает немедленную реакцию. 1 декабря в нем над Белоруссией в принципе наблюдалась высокая активность, главное из белорусского Гаюна. Сначала на аэродроме в Мочулищах приземлился борт с российским генералитетом. Официально они якобы прибыли, чтобы проверить подготовку так называемой региональной группировки войск. В это же время вип-борт специального лётного отряда России приближался к Минскому аэродрому. Кого он привёз, неизвестно. Информации ни о том, ни о другом в официальных источниках нет. Примечательно то, что в этот же день Лукашенко собрал очередное совещание силового блока. Риторика неизменна. На Западе враги, обстановка обостряется, Беларусь будет защищаться. Пока нам удаётся сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси. Но тем не менее мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить, ни в коем случае не пропустить признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны. И совещания Лукашенко и пресс-конференция Лаврова случились на следующий же день после того, как страны НАТО объявили о готовности принять Украину в Альянс после победы. Видя, с какой настойчивостью Запад тянул в НАТО Украину, что было очевидной красной линией для Российской Федерации. Россия предложила оставить Альянс в тех же границах, продолжил Лавров. Мол, это угроза безопасности. Иными словами, Кремль открытым текстом угрожал Украине последствиями за вступление. Если мы вспомним российские действия в ответ на основные дипломатические или военно-политические шаги Запада, например, по декларациям на разных саммитах, в том числе G20, на которых либо Россия не получала того, чего она хотела, либо наоборот, высказывалась особая поддержка Украине, Россия всегда реагировала достаточно жестко. Поэтому даже вплоть до усиления ракетных ударов. Но сейчас дело даже не столько в ответе странам НАТО, сколько в том, что Россия остро нуждается в военном реванше, считает Григорий Нижников. Россия планирует дальнейшее наступление, уверен Сергей Грабский. И планирует она его при участии в Беларуси. Мы наблюдаем постоянное наращивание именно военного потенциала, который свидетельствует об одном. И ситуация разворачивается в том направлении, и продолжает разворачиваться в том направлении, которое говорит о том, что сухопутное вторжение со стороны Беларуси может иметь место. Беларусь готовилась к войне вместе с Россией, называя происходящее военными учениями, которые продолжаются по сей день. Да и от новых учений Минск и Москва не отказываются, уже назвав анонсированный щит Союза-2023 главным мероприятием совместной подготовки войск двух стран.